Ну что ж, Ария, Рума и маленькие любители квадратной шаурмы, и мы продолжаем. Ну, как я и обещал, делаю подробный разбор моего опыта общения с деревенскими жителями и о всех тонкостях и трудностях, которые мне предстояло пройти. Так как ферма Ильи не работала должным образом, я начал постройку собственной, которую вы можете наблюдать на фоне. Ничего криминального и сложного в концепции этой фермы не было. Это ферма такого типа, где жители размножаются сами по себе путем собирания урожая. Урожая могут собирать только фермеры. Ну и для этого им просто нужна профессия. Соответственно компостер. А значит, когда эти жители будут собирать урожай, они будут получать еду. А уже обмениваясь ей, они могут получать, как бы это странно не было реализованной сердечки, а следственно размножаться. Ну а после трения носом об нос появляется маленький житель, который из-за того, что он еще юн и у него много энергии носит, как у горелый, а в силу своего небольшого роста может протянуться через один блок, а значит может упасть в яму, где его подхватят дружелюбные потоки воды, которые с удовольствием отнесут его подальше от его родителей, а именно вниз. Чем и обуславливается расположение фермы на такой высоте? Собственно, концепт понятен. Единственный нюанс в сборе жителей через хитрую систему рельс и доставку, но думаю вы у меня умненькие и сами разберетесь. Саму ферму я строил недолго. Трудности были в том, чтобы она начала работать в полную силу. То есть нужно было, чтобы жители почувствовали себя в безопасности и поняли, что им нужно продолжать потомство. А когда их дитё попало вниз, нужно, чтобы они думали, что людей снова мало. И нужно снова продолжать размножаться. Ну и дальше по кругу. Из опыта работы с фермой можно выделить пару нюансов. А именно то, что она работает не скоро. И типа это связано с тем, что всё-таки как-никак это зарождение новой жизни и никаким образом не получится получать более одного жителя в ночь Майнкрафта. Учитывая, что нужно ждать и взросления этого маленького жителя, и то, что нужно заниматься этим постоянно, на самом деле это безумно всё утомляет. Ну так вот, как отсюда я брал жителей, ясно. А ещё момент, что кормил я их морковкой. Расёт быстро и съедается смело. Можно сказать, что я в какой-то смысле размножал кроликов. Теперь же к самой деревне. В общей сложности было около 9 или 10 домов всегда. Но заполнялись они очень медленно. Размножал я всего 2 или 3 типа жителей. Больше всех библиотекарей. Чтобы получить книгу на мэндинг. Ну а потом бронника и кузнеца. Бронник, как ни странно, давал броню. Которую можно, как ни странно, разенчанчивать. И использовать как новую. А кузнец давал кирки алмазные с полезными чарами. Но также с помощью них я выторговал кучей изумрудов, продавая им железо с фермы. Когда же притук изумрудов был постоянным, и я знал откуда их брать, я целенаправленно выводил в библиотекаря. Приходилось полностью раскачивать одного, и если у него не было нужной мне книжки, то он погибал. Отдав свои все изумруды сначала. Взамен на кучу бумаги и книг, которые я брал, ломая его же книжные полки. Короче, невероятная сложная схема. Некоторые библиотекари оставались жить на постоянку. Если ему можно было загнать бумагу, взамен на изумруды. А также, если у него была имбовая книга. Например, на остроту 5, или что-то наподобие. И зная уровень моего везения, на четвертый день моих мучений, чтобы вы понимали всю абсурдность, я часов по 8 каникул зимних. На то время, только этим и занимался, чисто 4 дня. И только, наконец, с четвертого, моему счастью, не было предела. А потом, заводевав его доверие, наши сундуки были доверху забиты этими книжками. Если же вы будете заниматься чем-то подобным, надеюсь, что вам повезет чуть больше, чем мне. И если же у вас остались какие-то вопросы, я буду рад на них ответить.